Виталий, приветствую тебя! Очередной совместный эфир разбираем технически и фундаментально, что на финансовых рынках происходит. Рынки сейчас очень подвижные, движения есть, это хорошо, это не может не радовать, и есть трендовые движения. Собственно, та ставка, которая ранее делалась мной на ослабление курса доллара, она пока себя оправдывает. Я не буду браться за то, что это полноценный, серьезный разворот, эта тенденция продлится какой-то проложительный период времени. Конечно же, мне бы как продавцу доллара этого бы хотелось, но в то же время я прекрасно понимаю, что в одном направлении рынок при любом фундаменте, каким бы он ни был, двигаться никогда не может, и периодически происходит переход инициативы от покупателей к продавцам и наоборот. Я предлагаю сразу перейти к демонстрации экрана, так будет наглядно, понятно. Секундочку. Так, друзья, на ваших экранах сейчас индекс американского доллара, который мы с Виталием традиционно комментируем, потому что это один из системообразующих инструментов, в принципе, зная, что происходит с долларом, видя его динамику, можно даже не смотреть на многие другие графики, а прикинуть из-за высокой корреляции с движениями ряда других активов. Вот эти тенденции будут схожими. В данном случае индекс доллара продолжают сбрасывать на фоне мер экономического стимулирования, которые уже не за горами, на фоне слабых макроэкономических данных, на фоне улучшения перспектив касательно глобальной экономики. Это понижает привлекательность этого инструмента как защитного инструмента, хотя я, ты знаешь, никогда не рассматривал, не то чтобы никогда, а последние пару лет точно не рассматривал доллар в качестве защитного актива. Сегодня в 16.30 по Москве очень важный релиз, это данные по инфляции, которые как раз и станут подтверждением того, что меры экономического стимулирования, которые ранее были задействованы в американской экономике, они не проходят бесследно, и увеличение денежной массы приводит к разгону индекса потребительских цен инфляционного показателя. Не то чтобы какой-то серьезный скачок сегодня по инфляции будет зафиксирован, но прирост там 0,1-0,2% точно будет. Общаясь опять же с коллегами по поводу вот этих глобальных рисков дутой инфляции в будущем, там в перспективе 3-5 лет, если, например, как вот мне рекомендовали ориентироваться на такой порядок цифр, если американские власти вкупе с Минфином и Федрезервом еще залит в экономику от 3 до 5 триллионов долларов в перспективе года полутора, то инфляция реально может улететь к 3%. Я перебью тебя, если можно. Давай, давай. Частично не согласен. Почему? Потому что инфляция, вот смотри, сколько уже вкачали денег в экономику, взять США, взять Европу, инфляции и нет, и нет, и нет. Причина, скажем, как многие говорят, многие экономисты почему ошибаются, скажем, в том, что они смотрят на то, что если увеличивается денежная база, ну масса на рынке, то это приведет к инфляции. Но еще не учитывается такой момент, как скорость обращения этих денег. И это очень важный момент, так как этих триллионов денег вливают, а никакой инфляции нет, а наоборот будет дефляция. И поэтому, почему я вижу долгосрочное усиление доллара, даже если посмотреть в контексте индекса доллара, скажем, не в таком мелком фрейме, а если посмотреть за последние 20 лет график, то он долгосрочно растет. Это на текущий момент, это все такая среднесрочная коррекция, да, там в течение года-полтора, и мы обязательно где-то плюс-минус должны развернуться, скажем, и плюс, когда начнется момент на рынке, ну скажем, когда в фондовом рынке начнется какой-то экономический кризис, валюта защиты, это доллар, скажем, такая тихая гавань, да, и все будут вкладываться в доллар, все его будут покупать, выходить с акций, с других, скажем, таких рискованных активов, все будут покупать доллар. Я жду дефляции, не инфляции, никакой там инфляции, я думаю, не будет, ну, я так пока считаю, да, на рынке все возможно, но вот как-то вот так. Так, поэтому советую, скажем, ну, кто там нас смотрит, поизучать вот эту тематику по поводу не только денежной массы на рынке, а еще скорость обращения денег, это такая новая величина, на которую стоит смотреть, так как вот даже взять за последнее время, там, если сколько денег на рынке напечатали, а инфляции так и нет, и не было, да. Так, спасибо тебе за комментарий, ну что ж, давай тогда вернемся к идеям. Индекс доллара, я продолжаю топить за его тотальное снижение, соответственно, движение ниже 90 пунктов. Если не нравится тема с инфляцией, друзья, смотрите на процентные ставки. Я думаю, Виталий, ты не будешь спорить с тем, что при низких процентных ставок рост доллара невозможно. Или больше? Ну, в долгосрочной перспективе я уже сказал, что жду рост доллара, а в среднесрочный, на текущий момент согласен с снижением индекса доллара, пока технически он показывает возможное снижение. Так, ну, хорошо, что в плане техники тоже есть поддержка на хотя бы краткосрочную динамику. То есть, действительно, можно, друзья, ориентироваться на два вида анализа. И в зависимости от того, как подходить к этому анализу, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный, использовать преимущества на разных дистанциях. Это как раз мы вам и рекомендуем с Виталием всегда делать. То есть, не открывать, ну, не только бы занимать какие-то позиции, раз открыли и ждем год, но и действовать в соответствии с локальными тенденциями, которые также дают возможность подзаработать. Так, ну, ладно, раз по доллару с тенденцией мы определились, можно смело посмотреть на динамику рисковых инструментов. Например, евро-доллар, который продолжает расти, ранее там анонсировал цели 1,2150. Я, с учетом того, как мы быстро восстанавливаемся, думаю, что было бы неплохо поднять целевые ожидания повыше, особенно если вот эта локальная тенденция слабости бакса, она останется. По евро-доллару вчера, думаю, что те, кто следит за новостями, точно уже знают, что Драги – это новый премьер-министр Италии. Соответственно, Драги будет решать проблемы, которые связаны с бюджетом, катастрофической бюджетной нагрузке в плане ВВП, там около 160%. И Драги поставили на эту позицию, потому что только он сможет раскидать деньги так, как нужно, с учетом того, что из фонда европейского экстренного механизма фондирования только в этом случае, когда у руля будет человек, знающий, какой деньги, они могут предоставить Италии 200 миллиардов кредит. Я думаю, что Драги с этой задачей справится, тем более, что все мы прекрасно помним, что он был крутым руководителем регулятора, а в свое время прошел большую карьеру, ну и в целом обладает колоссальным авторитетом среди инвесторов и партнеров Европейского Союза. Короче, мне кажется, с Драги Италия наконец-таки заживет. Не хочу, конечно, преувеличивать его значимость, но пока это в качестве такого дополнительного фактора восстановления главного валютного риска. Также по рынку нефти ранее я, в принципе, призывал больше длинной позиций не держать, потому что есть по-прежнему высокий риск коррекционного отката. Я, в принципе, так просто напомнил, друзья, то, что заманчиво сейчас, конечно же, нефть уже купить в расчете на то, что все будет расти в отношении к риску, и тем более, что действительно нефть не дает какой-то системной коррекции. Но у всех денег не заработаешь, поэтому давайте поработаем, это как моя рекомендация, с, может быть, даже меньшим количеством инструментов, где есть больше возможности выжить какие-то косрочные тренды. По фунту была сделка, которую я, в принципе, рекомендую держать. Это покупка с уровня 1,37, сейчас копировка 1,38,20. Здесь рост связан не только с тем, что снижается курс американского доллара, но еще и поддерживает британца национальный фонд, а именно отголоски прошедшего заседания Банка Англии. И очень высокие темпы вакцинации. Вот сегодня, опять же, я на своем брифинге рассказывал, что в данный момент в Англии вакцинировано практически 20% населения. То есть цели, которые правительство ставило перед собой, оно фактически эти цели достигло. И я думаю, что если, дай бог, ничего плохого не случится в плане новых штаммов, которые, мы не раз убеждались, могут появиться внезапно, если без всего этого обойдется, то карантин реально начнут снимать уже в конце февраля, в начале марта. И сегодня, кстати, в качестве бонуса вечером по московскому времени, по-моему, в 21.00 будет выступление Бэйли, руководителя британского регулятора. И я думаю, что он точно повторит ровно то, что он сказал в минувший четверг, когда и поддержал британскую валюту. То есть если моя ставка верна, и действительно Банк Англии подтвердит снова, повторит, наверное, что не будет вводить отрицательные процентные ставки, фунт может сохранить вот этот восходящий импульс, и может быть даже в перспективе остатка вот этой недели добраться до вообще психологического сопротивления 1.40. Если эта цель будет сделана, то это будет совсем чудесно. Поэтому я сегодня лишь продолжаю, Виталий, транслировать идею по фунту. Ну и в целом, кому интересно, как действует локально, я думаю, что при сохранении позитивного тренда по британцу и снижении курса доллара, разумеется, все будет расти и двигаться в рамках вот этих локальных трендов. Слово тебе тогда. Я, кстати, вчера посмотрел, мы в прошлый раз обсуждали по поводу госдолга Британии, и вот так фунт обсуждали, я вот как-то давно уже не смотрел там британский этот индекс, футси 100, да, вот там смотрю все время там американский, да, иногда там просят германский посмотреть, а британский не смотрел, и он, кстати, новое их и не показал по сравнению с Америкой, с Германией, то есть там этим, скажем, локдауном убили, скажем, аппетит к инвестированию в акциях. Вот я сейчас просто демонстрацию, сейчас, секундочку, вчера добавил, прям было интересно. Вот посмотри, вот как мы весной 2020 года вот это скинули, так прилично все. Вот мы, да, откатили процентов на, получается, 60, где-то 70 там в моменте, но нет новых хаев, и вот по сравнению, если взять, если будет там коррекция на американском рынке, то это дальше будет, конечно, хорошо падать. Поэтому, кому интересно, можно присмотреться к снижению там акций Британии. Итак, в прошлый раз, что я обсуждал, я говорил, что я закрыл еще на прошлой неделе все свои шорты по евро-доллару, и, скажем, ожидал какой-то для меня более такой надежной ситуации к лангу по евро, так как мы в пятницу сделали такой неплохой импульс. Это для меня означало, что здесь возможно покупать, но я решил подождать, вот мы как раз вчера с ребятами делали разбор, подождать более крупного набора позиций, плюс мы еще находились ниже локального вот этого тренда, и я не стал покупать, скажем, упустил возможность заработать, но это ничего страшного, зайдем на какой-то коррекцию в покупку. Конечно, можно было вчера там утром войти, ну, пропустил, пропустил я лонг, и на текущий момент по евро-доллару, так как у нас тренд сломлен локальный, есть вариант роста евро-доллара к новым максимумам, которые у нас были поставлены в начале года, да, в районе там 1.24, в какое-то время мы туда можем отрасти, да, и на текущий момент по евро-доллару, если мы сделаем какую-то хорошую коррекцию в район 20.50, там плюс-минус, возможно, ниже, вот я бы здесь покупал евро-доллар. Аналогично индекс доллара, если его посмотреть, он также сломил вот этот восходящий локальный тренд, который был там полтора месяца, если мы сделаем откат в район 90.90, мы пробили все-таки вчера ночью, там, или там позавчера, точнее, под вечер, да, пробили уровень 90.90, на котором ты ставил, кстати, ниже лимит селл-стоп ты ставил, я сказал, что это хорошая идея, так как здесь, если будет образоваться ложный пробой, могут уйти вниз, и они, в принципе, так и сделали, и сейчас, если будет коррекция, где-то в район там 90.90, вот отсюда можно будет продавать индекс доллара. Это я так наперед, да, забегаю, а уже по факту нужно будет смотреть, что там технически нарисуют, какой откат, будет ли он там сегодня, вот сегодня эти новости, у нас среда, четверг, пятница, где-то к концу недели, если мы туда откатим, то можно будет заходить снова в шорт по данному активу с снижением в район там 90 и, возможно, там на обновление аналогично, как евро-доллар, своих минимум, максимум, да, поэтому, вот, скажем, такое мнение, плюс у нас по евро-доллару сейчас есть небольшая, скажем, дивергенция на часовиках, вот этот весь рост за последние там три дня, можно, скажем, сказать с небольшой вероятностью, что мы все-таки уйдем на коррекцию, здесь покупочка, в районе, там, можно ремиточку поставить, 20, 50, 55, где-то на вот этом уровне со стопом, где-то в районе, там, 1, 20, да, там, 1,19, 90, где-то вот на этом уровне поставить стоп-лосс и, скажем, рассматривать, все-таки, в принципе, стою на свою сторону, да, на рост таких рискованных валют. Плюс, кстати, вот смотрел вчера, добавил, шесть секундочку, на дневках, если посмотреть по евро, то мы прям вот на прошлой неделе протестировали вот трендовую линию за последний там, ну, практически год, у нас вот этот тренд, который образовался, то есть у нас есть первая точка, вторая, и мы как раз, вот на третью, если увеличить, мы ее тестировали там на прошлой неделе, сделали ложный вынос, да, и закрепились выше, и сейчас, если мы еще раз пройдем тестировать, можно будет попробовать, как я уже сказал, купить данный актив. Это такая будет, я думаю, неплохая сделка в лонг, если кто, скажем, ожидает эту покупку, можно еще рискнуть, но это очень рискованно, зайти на понижение евро, прокатиться на этом откате, скажем, мы можем из текущих сегодня падать по евро-доллару, или еще там подрасти пунктов, ну, примерно 20-30 пунктов подрасти, и если там кто-то пытается поспекулировать на таких рискованных шортах, попытаться сыграть еще на эту коррекцию, скажем, схватить все и понижающиеся, и повышающиеся тренды, да, поэтому, ну, это пока все, так как на рынке все, скажем, валюты одинаковы, поэтому стоит присмотреться или индексу доллара, или евро, но еще, как ты всегда говоришь, стоит понимать, что индекс доллара без свопов, так как как раз вчера у меня было общение с одним клиентом о маркетсе, и он говорит, что торгуют евро-доллары, и там, ну, среднесрочные, и там свопы набегают, я говорю, а почему индекс доллара не торгуешь, так как там без свопов, поэтому напоминаем тем клиентам, которые торгуют эти валюты среднесрочно, и не всегда приятно, так как за, там, неделю, две, три, четыре, пять набегает иногда там хорошая сумма, если торговать там большим объемом свопов. Ну и плюс по нефти, в прошлый раз я делал акцент на то, что я жду снижения по нефти, но буду продавать ее только после того момента, как пройдет сильный импульс, пойдет какое-то подтверждение смены этой тенденции, и желательно, чтобы мы ушли так хорошо, где-то на три-четыре доллара вниз, и уже на коррекции, там, смотреть продажи, так как из текущих можно пробовать продавать, но это очень рискованно, я уже говорил, конечно, можно схватить там какие-то пики, но это нужно понимать, что это риск, лучше с каким-то подтверждением, но пока я жду такого момента по нефти, и аналогично, если взять S&P 500, у него тоже присутствует как на дневном тамфрейме дивергенция, так и на часовом тамфрейме, здесь тоже где-то по идее, вот точно, вот сегодня как раз инфляция, возможно, что-то повлияет это на рынок, плюс Dow Jones, мне кажется, нет, он пробил, там NASDAQ, да, попробовали эти максимумы, поэтому вот сегодня, возможно, какой-то слом тенденции на фондовом рынке, возможно, по нефти, там, в четверг, да, запасы по нефти будут, возможно, там, сегодня, сегодня, а, сегодня, возможно, если пройдет хороший импульс по нефти вниз, сильный, то там уже можно будет говорить о возможных снижениях, я, как я уже сказал, жду такого среднесрочного снижения по данному оптику, пока сигналов нет, нужно ожидать, уметь ждать, пока вот так. Понял, Виталий, спасибо тебе за комментарий, исчерпывающий, как и всегда, следим, следующая наша с тобой встреча уже через неделю, то есть пройдет достаточно много времени, учитывая, как активно рынки ходят даже за один день, я думаю, что в понедельник, когда мы вернемся с тобой к анализу, уровни будут уже совершенно другими, либо мы продолжим двигаться по локальным трендам, мы окажемся на новых психологических рубежах, либо действительно рынок уйдет на коррекцию, если это произойдет, мы тогда как бы заново посмотрим на то, что происходит в моменте и дадим вам, как и всегда, самые актуальные сведения и рекомендации по тому, как действуют. Спасибо тебе, Виталий, за критик. Да, ну и, как я уже говорил, что если есть какие-то конкретные точки входа для меня, я всегда даю, да, вот как было на прошлой неделе, я там активно говорил, здесь можно входить в шорт, стоп сюда и так далее, а если на рынке нет ничего для меня торгуемого, я всегда буду говорить, ну, такими терминами, что я пока вне рынка, ожидаю сюда, скажем, без каких-то конкретных рекомендаций, так как рынок не всегда дает возможности поторговать, ну, с моей точки зрения. Да, так, ну что, классных тех выходных и до понедельника. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok